В противном случае ситуация-то очень плачевная. То есть если нет цели, нет истории, то фотограф попадает в такую замкновенную циклу. Причем в прогрессирующую замкновенную циклу. Мы снимаем одно и то же. У нас нет стимула дороста, потому что мы не ставим цели, мы никуда не двигаемся, мы топчемся на одном месте. Мы копируем то, что видим. Просто взбиваем на жесткий диск теноварьевые фотографии, которые хранятся на архивах, потому что эти фотографии потом не будут деть. Зачем эти фотографии? Просто чтобы сохранить еще, занять 100 фото мест. Нет, мы должны их показать. Фотография должна быть показана. И когда мы снимаем, мы должны думать о том, что эти фотографии надо будет показать кому-то. А нас показать, соответственно, надо и рассказать про это что-то. Ну и очень важный, для многих на самом деле важный вопрос, почему люди покупают фотоаппарат, начинают фотографировать, а потом бросают. Потому что фотографии не приносят удовольствия, не приносят радости. А радость, на самом деле, мы можем испытывать только в том случае, если мы чего-то добиваемся. То есть мы вот что-то хотим, а потом мы не получаем. То есть боремся, что-то преодолеваем. То есть когда вот этот результат в нашей сети, она становится нам ближе, мы от этого испытываем большие, ну, много положительных возможностей, которые позволяют нам двигаться дальше. Фотография – это очень тяжелое, на самом деле, занятие. Вот, в основном оно жутко убыточное. И если мы еще не приемлемо не получаем удовольствие, то это, ну, как-то, становится очень плачевным, как-то. А теперь я попытаюсь вам сказать, что, в принципе, если у нас есть цель, да, то фотография, ну, в общем, процесс фотографирования, если целиком у тебя, он уже сам на самом деле является историей. Мы все начинаем с эпидемии. То есть как только у нас появляется эпидемия, как только мы не загорелись, пошла наша история. То есть это старт. Потом опять, если мы не скажем что-то новое, да, то прежде чем начать съемку, нам нужно получить какие-то знания. Узнать перед ним, куда поедет снимать, там. Какие-то особенности того объекта съемки, да. Если говорить о природе фотографии, мы должны что-то узнать от него. Пообщаться с большим количеством людей, там, с кем-то посоветоваться, кто уже пробовал его делать. Вот это начинается какая-то завязка нашей истории. То есть это сборная информация. Кульминация нашей истории – это сама съемка. Это действие, это action, на самом деле. Даже если action выглядит в том, что мы там неделю лежим за ситкой, это все равно action. В прошлом году, в этом с марта выступал наш лимонский коллег, он рассказывал, как три месяца ждал закопанные в землянку тигры. То есть самого действия не было, но очень эмоциональный и скрытое содержание непопряжения. То есть человек отказался от многих нечисленных детей, чтобы там несколько месяцев прожить просто ради одной фотографии. И дальше мы делаем разговор наших кадров. То есть нам обязательно важно, чтобы те фотографии получили, даже положительные, обязательно, мы его должны как-то обработать. Это нам даст возможность в дальнейшем развиваться. Если вот это все вместе собрать, это уже и стоит. То есть получается такой вот рассказ, каша из тапора, да, идей. Вы их просто записываете. Даже если вы не хотите сейчас, у вас нет возможности их публиковировать. А там, скажем, сезон не тот. А потому что нет едей поедут в то место, куда вы хотите поехать, да. Вы все равно записываете все ваши идеи. То есть вот список идей – это самое важное, что вообще есть. Вот человек, вот фотограф, вот так вот. Потому что несколько строчек они стоят терабайтов в вашей фотографии. Новые идеи, свежие идеи – это самое ценное. Потому что без них не будет вообще никакого рода. Остальной цикл мы без идей как семечки растения в него растения. Потом мы задаем себе вопросы. В начале вот этого вот всего цикла мы не так много знаем о том, что мы хотим делать, потому что в полной для нас объект. И мы задаемся те вопросы, которые, в принципе, потом нам зададут наши зрители, наши читатели, когда мы захотим уже, ну, толще указывать. Мы в начале пути очень похожи на людей, которые, на самом деле, будут чекать нас и смотреть нас. Просто надо записать для себя вот эти вопросы, которые мы хотим осветить в нашей верительстве, в нашей работе. Опять-таки, это всего лишь несколько стройцев. Но они нам будут очень полезны. Вот и грамма сей, но верительности в конце. И информацию, которую мы собирали, то, о чем я говорил, да, просто надо хотя бы цикл сохранить. Потому что второй раз найти ту же самую информацию, когда бывает в потоке очень сложно сейчас. Современные средства заваливают информацию с головой. Одну и ту же интересную статью полезную потом будет просто тяжело. Просто сохраняем какие-то кусочки информации. К самой съемке обязательно добавляйте взгляд со стороны. То есть, мы не просто приехали снимать у животного, да, но надо показать, как это выглядит в целом. Как вы выглядите вместе с ним со стороны, да. Вот это вот холестейдж съемки – это очень полезно. Это интересно. Другие потоки ходят. Это, наверное, будет иногда более интересно, чем итоговый кадр. То есть, когда мы смотрим на итоговый кадр, мы пытаемся догадаться, как это было на самом деле. Как это нашел поток. Как ему удалось это сделать. Для многих даже больше шумашки. Как это на самом деле происходило. Если вы работаете, ну, там, в небольшой группе, кстати, очень полезно и вообще гораздо интереснее, когда есть пар коллег, которые разделяют твои интересы. Сейчас у нас социалисты, которые разделяют наши интересы, да. Работа в небольшой группе, она гораздо более эффективна. То есть, шанс улучшить результат гораздо выше. И после съемки, на самом деле, то есть, когда у нас на каждом пункте ничего не фиксируют, в конце мы смотрим на результат. Там словишь, нужно будет выбрать фотографии и сделать какие-то выводы. Все, у нас фоторассказ уже готов. То есть, от начала и до конца. Там уже почти ничего не надо писать. То есть, не надо просто брать архив и пытаться из одного выучить на готовую статью. И просто начинается очень раньше. Даже если вы думаете, что это статья. Ну, а теперь перейду просто на самом деле по данным вещам, что этот рассказ, там, он выделил фотографу непосредственно в конкретном плане. Статьи публикую. Я думаю, что это гораздо в большем удовольствии, чем публикует фотографию. То есть, если у вас есть просто набор фотографий, то использовать вид из чужой статьи, и тогда вы уже чуть-чуть не получите в салтексте. Либо вы просто как портфолио какой-то наблюдаете. Тогда вы вообще сможете ничего не получить. Жена повернила в вашем портфолио, и все. Доходите здесь просто косвенно. Потому что вас проникламирует жена. Нас в России вообще не очень любят платить. Но все-таки за статьи получили проще, чем получили из-за фотографии. И деньги, кстати, разные. Текст с фотографией стоит в 2-3-4 раз дороже всех. Просто те же самые фотографии без текста. Потом идет косвенность. Любая публикация – это популярность. Это популярность. Может быть, не все считают, что популярность важна и полезна, да? Но опять-таки обращают в этот факт, что у нас нет профессиональных потоков, а нет потому, что фотографии у нас не приносят прибыль. А если мы хотим все-таки… А многие, на самом деле, посвящают природные фотографии огромное количество времени, и хотят все-таки, чтобы этот столок занимал большую или большую часть. Соответственно, фотография должна приносить какую-то, хотя бы окупаться. На самом деле, популярность позволяет вам расширять границы. То есть, сначала мы публиковались в одном издании, потом в другом. Потом иностранные издания. Зрители собрались материалом, потому что страна у нас большая, богатая. Информации о ней мало. В животных и в диких местах они еще сохранились. Но в отличие от отличительных изданий иностранных, они платят целью деньги, которые ведут, но они хоть и помогают фотографиям создавать материалы, то есть, они задают вопросы, формат интервью. Но их заработок уже интересен. Просто фотография, и гораздо менее растет. Второй плюс от популярности – это то, что вас могут приглашать на какие-то съемки. То есть, если вы известный фотограф, если у вас есть публикации, то у вас есть шанс оказаться в интересном месте, где просто так, ну, туда попасть на такую сложенную, либо дороже, либо вообще невозможно. То есть, если вы можете написать, что вот подобный, там, полный, как я не знаю, график, да, то у вас гораздо больше места строится, и, возможно, вы можете это снимать на какие-то склады. Соответственно, больше мест интересных на съемки – больше результатов. Больше съемок. Опять-таки, вы лучше снимаете, вы интереснее пишетесь, у вас возникает, получается, навык вот этого вот варафата. То есть, я могу по себе сказать, что на последний год, я достаточно часто пишу что-то, и это становится гораздо проще, легче, вам не надо себя там заставлять, просто садитесь и достаточно легко, вечером останетесь в текстовой, без каких-то там усилий. Я иногда еду по работе утром, а есть час времени. И за это время я могу написать там страницу, два, три текста. И вечером уже пройдет. То есть, это не напрягает, это просто потому что я… У меня есть какой-то опыт, который уже появился, да, в своих мыслях. Я не могу укладывать. А главное, что вот этот процесс, он типический принцип. Все дальше, и дальше, и дальше, но проще, легче, и появляется все больше и больше. Есть такой момент в крупных изданиях, что, на самом деле, попасть туда в фотографу со своим материалом достаточно непросто. То есть, у каждого издания, в нашей же графике, будь то идеал, есть большой процент материала, который они обязаны, то есть, по их методовым инженерам, они просто должны там 50%, 30-10% взять на иностранные статьи, уже купленные в центральном представительстве, да, и вы туда приборку добавили. Потом у них есть один, два, там, три постоянных потоков, которые закрывают большую частью темы, которые представляют инфекции, которые представляют бюджетами, и остается там маленькая часть, куда в каждой номер собираются длиншие рубри ряда со всех потоков. То есть потоков достаточно много, журналы чувствуются совершенно свободными по этому поводу. То есть, они просто собираются и шанс постоянно печататься, практически отсутствуют. Поэтому большинство потоков даже не имеет смысла начинать писать, потому что видишь, что здесь творчество, вроде как какой-то журнал или там, новичный сайт, точно такой человек не получается. Это не очень приятно. Но есть минусы, да, отработанная бизнес-схема приводит к площадным последствиям. То есть, люди не рассказывают, они не учат рассказывать, они не учат рассказывать, они не учатся рассказывать, они не рассказывают об этом детям и так далее. То есть, огромное количество людей недополучают информацию. Если мы не знаем, если мы, как сказать, мы не понимаем, мы не можем ее любить, мы не можем ее любить, мы вообще ничего не знаем, мы даже не знаем о том, что она существует. в итоге получается безразличие. То есть, уменьшение количества авторов, которые живут в местах, то есть, в различии когда, после момента, это значит, что люди в этих самих местах получают информацию природы. У них развивается постоянно. не учатся, а в районе, а в районе, не учатся, а в районе, кто-то приват. По-моему, эту ситуацию надо форму менять. Ну, а теперь на этой теме передают предплются к южурналу, потому что, на самом деле, я очень рассчитываю, что подобных начнут писать, они будут присылать к реалу, потому что мы, по-любую, постараемся расширять эту территорию различными способами. У нас достаточно много, несколько тысяч подписчиков в интернете. У нас выходят электронные версии. Постоянно наборятся новые авторы, часто зарегистрированы как средство массовой информации официально, делаем постоянные сотрудники, проект развивается, и я посмотрю, конечно, на всех вас на страницах нашего же канала в том числе. И для того, чтобы больше помечить, я хотел сегодня анонсировать годовой конкурс фоторассказ. То есть, такой же вещи у нас пока не было. Вот. Конкурс фотографий не присутствует. А я хотел бы представить конкурс фоторассказ. Первый год у нас будет в течение всего года предпринимаемых рассказов, публиковаться, и в итоге будут жюри именно вот, понимаете, расценивать это будет не фотографии, а именно как это сделан сам рассказ. То есть, должно быть, как минимум, интересным. Будет призовой фон. Он уже есть, и будет решиваться за счет партнеров. на самом деле на самом деле прошлое. Мы отказались от формата больших статей в пользу коротких рассказов и совсем небольших коротких таблиц. фон. Одна фотография интересное описание. Какой сюжет нас сделает? Короткий текст, небольшой сюжет, короткий 2-3 акции сделать. Плюс у нас сейчас совместные с проектом большого года у них сделали дополнительную номинацию, то есть вы какие-то интересные истории записываете и тоже оцениваем самим делом. Я надеюсь, что попробовать в конкурсе все-таки интереснее, чем просто написать АПК. На этом я хотел бы закончить свое выступление. Спасибо большое за внимание. Огромная благодарность за рисунки, которые нам присылают авто изображения Наталья Положина в Сибирске. Большое спасибо. У нас какие-то вопросы есть? Вадим вопросы, я могу сейчас ответить. видимо, нет. Готовы. Спасибо.